Компания Mitsubishi после долгой паузы опубликовала среднесрочный план развития под названием Small but Beautiful, то есть маленький, но прекрасный. Согласно новой стратегии, японскому бренду первым делом предстоит сократить затраты на 20%. На выполнение этой задачи отведено два года. Трем бриллиантам предстоит отредактировать маркетинговые стратегии, оптимизировать производственные процессы, а в плане новых разработок держать равнение на Renault и Nissan, то есть обеспечить максимально глубокую унификацию между моделями Альянса. Вдобавок японцам предстоит безжалостно отбросить неликвидные рынки и сосредоточиться на Юго-Восточной Азии. Это Индонезия, Таиланд и Филиппины. Менее важными для марки назначены Австралия, Африка, Ближний Восток и Южная Америка. О Европе говорится настолько пространно, что заявление породило массу сомнений. Компания отменила вывод новых моделей, но пока не говорит об уходе из Старого Света. Логично предположить, что европейские продажи будут полностью свернуты, как только у нынешнего модельного ряда истечет срок годности. Домашний японский рынок тоже остается за скобками развития. Его затронет большая реструктуризация, часть которой закрытие завода, где делают внедорожники Митсубиши Паджеро. Модель легенды останется без прямого преемника. Что касается России, то в новой стратегии наш рынок вообще не упомянут. Однако российский офис уверен, что их работа продолжится в привычном режиме, без революций и сокращений. А значит, мы можем ждать скорого появления новинок. Тем более, что сроки их появления четко расписаны. Так, первым делом японцы обещают провести рестайлинг кроссовера Eclipse Cross, а в начале 2021 года вывести следующее поколение Outlander. Последний будет построен на одной платформе с кроссовером Nissan Rogue. Но самым богатым на премьеры должен стать 2022 год. В матрицу новинок заложены новое поколение пикапа L200, внедорожника Паджеро Sport и компакт-вена Xpander. Если заглянуть дальше, то после 2023 года должны появиться два кроссовера. Один из них будет полноразмерным, что позволяет надеяться на возрождение бренда Паджеро. Субтитры создавал DimaTorzok